Добрый день, дорогие друзья! После некоторого перерыва с вами вновь доктор Косов, и сегодня мы с вами будем говорить на архиважную тему. Эта тема называется «Алкоголизм». Ну, на самом деле, это будет маленький сериал, то есть будет несколько роликов, посвященных этой теме, но сегодня мы с вами начнем просто с середины, так как эта тема, на мой взгляд, в общем-то, достаточно важная, эта информация, которую я вам дам сейчас, она имеет непосредственно практическое значение, и поэтому, в общем-то, я ее поставил во главе угла, а потом будут сиквелы, приквелы и все, что касается этой темы, дальше. Как вы уже, наверное, читали, в общем-то, ну, как бы, когда открывали этот ролик, мы сейчас говорить будем о точке невозврата. О какой такой точке невозврата? Сейчас я попытаюсь это объяснить. Дело в том, что в процессе формирования алкоголизма, то есть алкоголизма как болезни, существует несколько этапов, и с достаточно значительной частью этих этапов человека еще можно остановить, вернуть, привести в нормальное состояние, но рано или поздно он пройдет некую точку невозврата, после которой, ну, как говорится, медицина бессильна. Конечно, и там тоже есть свои нюансы, свои способы лечения, свои способы воздействия, но об этом мы будем говорить как-нибудь в следующий раз, а сегодня именно о точке невозврата. Потому что пока мы знаем, с кем мы боремся, мы можем победить. А если наш враг невидимка, и мы не знаем, где он находится, то и, соответственно, бессилку пытаться бороться. Итак, давайте, наверное, начнем с простого, с определений. Ну, ни для кого не секрет, что сначала человек абсолютно здоров, потом он превращается в некого пьяницу. То есть человек, злоупотребляющий алкоголем вследствие своего, ну, недостатка силы воли, как один доктор говорил, внутреннего безобразия. Это просто злоупотребление алкоголем. При этом, подчеркиваю еще раз, наш потенциальный пациент пока здоров. Здоров в физическом отношении, да, то есть его биохимические функции работают нормально, хотя уже на каких-то этапах начинает сбоить, но пока нет болезни как таковой. Алкоголизм – это сложное, тяжелое, тяжелейшее, я бы даже сказал, мультисистемное, потому что застрагивает сразу много органов и систем заболевания. И здесь мне приходится сказать то слово, которое я не люблю говорить – неизлечимое заболевание. На сегодняшний день действительно, в общем-то, к сожалению, алкоголизм неизлечим. Вы скажете, да я вот знаю тут много случаев, когда там человек пил-пил, а потом вот взял и взял себя в руки и стал нормальным человеком. Да, в большинстве случаев такое возможно, ну в таких случаях я имею в виду, да, он переходит в состояние просто длительной ремиссии. Вылечить же саму болезнь, или чтобы она только прошла под действием усилия воли, уже невозможно. И это вы должны понимать и знать. Так вот, граница между пьянством и алкоголизмом есть точка ненавозврата. Где она пролегает, сейчас я постараюсь вам объяснить. Дело в том, что в процессе развития алкогольной зависимости, пока мы еще говорим о пациенте как о человеке, злоупотребляющем алкоголе, то есть пьяницей, звучат три звонка, дзинь, 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 прямо как в театре перед представлением, которые предупреждают его и окружающих о том, что он приближается к этой точке невозврата, к этому зазеркалью, зайдя в который обратной дороги уже не будет. И вот об этих точках или звонках мы сегодня тоже поговорим. Ну, наверное, начнем с того, что, ну, все вы знаете, как действует алкоголь, да, то есть как бы, ну, все, не все, слава богу, может быть, не все, да, то есть, сейчас нарисуем такую диаграмму, так скажем, да, человек выпил некое количество алкоголя, получил некую алкогольную эйфорию, в общем-то, затем он прекратил употреблять алкоголь и лег спать, а на утро нормальное состояние, да, вот так работает, нормальный алкоголь у нормального человека. Что же происходит на первом этапе? На первом этапе злопотребления алкоголя, и это обусловлено некоторыми именно физиологическими, биохимическими факторами, которые начинают изменяться в человеческом организме, мы начинаем наблюдать, что наш потенциальный алкоголик начинает увеличивать дозу для получения того же самого результата. Причем он как бы этого не замечает, а может быть и замечает, просто обращать внимание на это не хочет, но тем не менее доза может увеличиваться в полтора-два раза, а результат по абсолютному увеличению тот же самый, но он все равно выходит на нормальное состояние по утру, так скажем, слава богу, это только первый звонок. Второй звонок. Ну, у кого-то пройдет один промежуток времени, у кого-то другой, в зависимости от силы организма, от систематичности использования алкоголя и так далее, и так далее, но рано или поздно второй звонок прозвенит. И он тоже, к сожалению, обусловлен теми нарушениями, которые происходят в человеческом организме на биохимическом уровне. Ну, ни для кого не секрет, что если, так скажем, немножко перебрать с алкоголем, появится тошнота, рвота, да, то есть, как бы, какая-то реакция организма на те продукты промежуточного распада алкоголя, которые появляются в организме в процессе переработки алкоголя, там, альдегиды и так далее, но сегодня не об этом. Сегодня мы не будем с вами говорить о биохимических процессах, это как-нибудь в следующий раз. Сегодня мы говорим о самом действии. Итак, отравление. Алкогольное отравление от какой-то определенной дозы. И тут проходит время, и наш потенциальный пациент начинает чувствовать, что отравление это не происходит. Он себе может позволить достаточно приличное количество алкоголя, а отравления нет. И даже, в общем-то, плохого состояния после этого нет. Ну, первое, на что начинает он грешить, на то, что он теперь опытный, знает основные правила, там, повышать, не повышать градус, закусывать, не закусывать, запивать и так далее. То есть, типа, я теперь опытный, да, и поэтому я вполне переношу достаточно приличные дозы алкоголя, и мне после этого неплохо. Нет, ребята, не поэтому. Потому что наш биохимический процесс переваривания этого самого алкоголя начал работать уже под другому алгоритму. И, ну, как бы вам это объяснить? Ну, давайте приведу такой пример. Представим, что в этой руке у меня перерезаны чувствительные нервы. В результате я ничего не чувствую. Прекрасно, замечательно. Я могу взять кусок раскаленного железа и ничему не почувствую, никакой, ни боли, ничего. Но ведь повреждения от этого куска у меня останутся на всю жизнь. Да? Сожженные пальцы, сожженные сухожилия и так далее. Да? У меня не будет сигнального эффекта. Да? То есть, болевая система мне не скажет, что надо бросить этот кусок железа. Точно так же и с стиранием вот этой вот защитной функции под названием тошнота, рвота и прочее. Да? То есть, как бы, да, она исчезает, но интоксикация, это все равно происходит. Да? То есть, все равно на организм происходит то негативное воздействие, которое, в общем-то, неизбежно появляется в результате употребления алкоголя. Итак, это был второй звонок. Так, рано или поздно, проходит время, но начинает звучать третий звонок. И, наверное, третий звонок – это самое-самое уже последнее предупреждение. Хотя, в принципе, мы еще будем говорить, там есть еще одно. Но оно очень сходно с первым. Итак, что же такое за третий звонок? Наш потенциальный алкоголик пьет, как всегда, трезвеет за ночь, а утром состояние ниже плинтуса. Не нормальное, как должно быть, а хуже значительно. И это не тошнота, а рвота – это вообще проблема со всеми органами и системами, так скажем, одновременно. То есть, просто плохо всему. Да? Ну, в народе это называется синдром похмелья, в общем-то. Опять-таки, биохимию этого процесса мы будем разбирать. Да? То есть, как бы, да, насколько активизировались ферменты, перерасщепляющие спирты и так далее. То есть, не об этом речь. Речь о другом. Опытный человек, друг, товарищ и брат подсказывает, ты выпей немножко слабого алкоголя. Ну, или вообще алкоголя как такового, небольшое количество. И произойдет восстановление, нормальная ситуация. То есть, он нормализуется. И вот в этом месте, вот в этом, звучит самая страшная сакраментальная фраза, которая затем будет, ну, я не знаю, путеводной нитью в течение всего, всей оставшейся, последующей жизни алкоголика. Эта фраза называется «поправить здоровье». То есть, выйти на нормативный уровень. К этой фразе мы еще вернемся. Это важная фраза, в общем-то, да, то есть, она имеет важное значение в дальнейшем развитии алкоголизма как такового. И так, на этой точке можно считать, что мы подошли к этой самой незримой границе, после которой возврата больше не будет. К этому зазеркалью, проникнув в которое, в обратную сторону не вернуться, как в страшилках, я имею в виду, в каких-нибудь хоррорах показывают, да. Так ли это и во всех ли случаях это так? Очень важный вопрос на самом деле. В 99% случаев это так. 1% это та корреляция, в общем-то, статистическая, которая не поддается какому-то ни было объяснению, но я о ней даже не хочу говорить, потому что человек, склонный к алкоголизму, сразу же за это зацепится. Вот, там есть 1,0,1%, я точно попаду в 0,1%. И здесь обычно для людей, у которых есть эта склонность, есть одно внутреннее объяснение тому, что с ним происходит. С ним, когда разговариваешь, он говорит, ну ты знаешь, что ты злоупотребляешь алкоголем? Да, конечно, знаю, я злоупотребляю алкоголем, но я могу в любой момент остановиться. Ну так остановись, а я не хочу. Вот этот алгоритм, он стандартен для любого алкоголика. До тех пор, пока он не поймет, что он алкоголик, и сам остановиться он не в состоянии, помочь ему будет невозможно. Я сейчас забегаю немножко вперед, я говорю сейчас о уже развитом алкоголизме. А пока мы все-таки вернемся вот на точку невозврата, так скажем. Вот, знаете, как в старых детских считалках, там 2,5, 2,4, 2,8 и так далее, и так далее. Ну, к примеру, да. Вот есть еще какая-то четвертинка, да. То есть, когда человек уже стоит на грани пропасти и уже начал немножко падать, его еще можно схватить за шкирку и выдернуть оттуда. Вот после этого еще мгновение, и он уже начнет безвозвратно падать. Вот на каком этапе его еще можно за шкирку вытащить. Сейчас попытаюсь объяснить. Итак, человек наш выпил. Лег спать, утром плохо, выпил какую-то там, я не знаю, какую-то дозу алкоголя, ему стало хорошо, он пришел в норму, но прошел небольшой промежуток времени, и состояние начало опять ухудшаться. Ну, тут уже бумажки не хватает, да. То есть, принцип простой, то же самое, да. И он вынужден повторно употребить алкоголь. И вот это вот повторное похмелье, да, или обстинентный синдром, который уже начинается воочию, и является признаком вот этого вот уже начавшегося падения, когда еще можно дернуть обратно, но если не дернуть, секунду, и он уже упал. Все. И он уже будет лететь до самого дна этой пропасти. Никуда он уже больше не денется, да, то есть потом там на дне можно будет собрать его косточки. Наверное, это главное, что я хотел сказать вот этим небольшим видео. Да, когда, еще раз повторюсь, когда человек осведомлен, он вооружен, когда он видит приближение к этой точке невозврата, то никуда не деться, он будет пытаться кого-то выдернуть, самого себя, своего мужа, жену, друга, просто сослуживца, да. То есть, как бы, да, попытаться ему объяснить, куда он проваливается, и как близко уже находится точка невозврата. Что здесь еще, наверное, хотел бы сказать? Последнее время, к сожалению, количество страдающих алкоголизмом катастрофически увеличивается. И надо понимать, что если это общество некое, а это некие алкоголики в обществе, то ведь от алкоголизма страдают не только они, страдает и некий круг людей вокруг этого алкоголика. Его близкие, родные, дети, ну, все те, кто не хотел бы его видеть в виде деградирующей сущности рано или поздно. У этого свой круг, у этого свой, у этого свой, у этого свой, у этого свой, у этого свой. И получается, что число заинтересованных людей, которые хотят, чтобы наши потенциальные алкоголики ими не стали, в достаточной степени много. Поэтому поделитесь этим видео, поделитесь хотя бы с ваших слов тем людям, для кого эта информация может стать важной. И я думаю, что мы вместе поможем кому-то обязательно не стать алкоголиком, не пересечь ту самую точку невозврата. Это важный момент, поверьте. Ну, с этого я хотел начать, наверное. Как я уже сказал, потом мы разберем все подряд. Мы разберем и методы лечения, современные, классические, народные и так далее, и так далее. Более или менее результативные и, может быть, не очень результативные тоже. Но там очень большой объем информации на самом деле. Я постараюсь это как-то скомпоновать так, чтобы было понятно и одновременно полезно. Задавайте вопросы. Постараюсь ответить. Честно скажу, времени немного. Может быть, пишите о своих случаях, о своих победах в этой борьбе или о тех победах, которые вы слышали. Дело в том, что эти комментарии, которые будут под этим видео, будут читать ведь не только я, а тысячи других людей. И эта информация может им тоже пригодиться. Поэтому, если вы знаете что-то, чем хотели бы поделиться с кем-то, напишите. Поверьте, вы поможете кому-то освободиться от большой-большой проблемы. Ну, или помочь, по крайней мере, освободиться. Итак, с вами был вновь доктор Косов. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, как говорят блогеры. Ставьте там нравится, не нравится. До следующих встреч. Всего вам хорошего. До свидания.